Добрый день, уважаемые инвесторы, с вами Александр Ковалев, аналитик отдела анализации и финансовых групп и финал. Поговорим с вами сегодня о нашей недавней идее по компании CK Infrastructure. Это транснациональный холдинг, который преимущественно занят в коммунальном секторе, вот имеет расширенный портфель активов по всему миру. Ну, собственно, наверное, с этого и стоит начинать описание компаний. Вы видите на слайде все филиалы, которые есть под управлением CK Infrastructure. В общем-то, разброс по регионам довольно широкий, разброс по видам деятельности тоже. Но преимущественно мы видим, что все-таки концентрируется холдинг на предприятиях, которые занимаются генерацией, сбытым распределением электроэнергии, распределением газа, сбытым газа, ну и несколько других смешных сфер также имеет место быть. Собственно, рассказывая историю компании, изначально фокус бизнеса CK Infrastructure был на Гонконге. Но с учетом того, что рынок здесь довольно ограниченный и 75% потребления контролируется конкурентным SLP, это другая компания гонконгская, а то неудивительно, что стратегии роста компании подразумевают поглощение. В различных регионах мы видим, что крупнейшими рынками сейчас являются Великобритания, Австралия, Канада, ну и понятно, Гонконг, Материкова, Китай. Мы считаем, что в будущем сделки станут одним из главных драйверов развития бизнеса CK Infrastructure. Но главным акционером CK Infrastructure является холдинг CK Hutchinson, около 75% собственности акционерного капитала принадлежит на этой компании. Это так, к слову, да. Но, возвращаясь к факторам инвестиционной привлекательности, мы, конечно же, говорим о дивидендах. Все-таки бизнес-модель, которую исповедует CK Infrastructure, говорит о таком холдинговом типе, когда компании консолидируют много филиалов, и понятно, что за счет дивидендов от этих филиалов, за счет долей в этих совместных предприятиях, собственно, компании получают средства, которые затем направляются на дивиденды. Действительно, дивидендная привлекательность – довольно яркий признак, довольно яркий признак и довольно яркий фактор общей инвестиционной привлекательности. Мы видим, что доходность в ближайшие 12 месяцев, по нашему оценку, может составить 5,9%, что, с учетом того, что средняя доходность по гонконскому рынку составляет 4,6% по голубым фишкам, довольно неплохо, да. Это даже для гонконского рынка довольно большие цифры. Ну и дополняется, собственно, дивидендная привлекательность тем, что с момента основания, с момента не основания, точнее, выхода на биржу, с момента IPO 25 лет назад, компания стабильно увеличивает выплаты. Не просто выплачивает дивиденды, но стабильно их увеличивает. Что делает, собственно, СИК-инфраструкция таким своеобразным аристократом дивидендом. Вот. О других факторах инвестиционной привлекательности несколько слов. Во-первых, мы отмечаем то, что чистая прибыль за первое полугодие у компании выросла. Выросла на внушительные 43%. Эта цифра, с учетом того, что макроэкономическое окружение ухудшается, деловая активность снижается не только в Гонконге, Китае, но и в других регионах, довольно впечатляющее. И говорит о том, что все-таки ревновая компания показывает определенную им резистентность к этим макроэкономическим проблемам и рискам, которые сейчас возникают по всему миру. Кроме того, мы отмечаем и то, что долговая нагрузка у компании действительно низкая, и финансовый риск здесь также довольно низкий, если не минимален. Потому что скорректированный коэффициент чистый долг и бедда здесь составляет 1,9, при том, что в среднем по отрасли это 5,0, практически в 2,5 раза меньше. Это, естественно, дает повод не только не усомниться в том, что финансовый риск здесь низкий, но и повод, что называется, удостовериться, что компания может использовать дешевый левередж, то есть финансовый рычаг привлечь новые долговые обязательства, выпустить долговые обязательства для того, чтобы профинансировать, например, будущие МНС-сделки, будущие поглощения. Это, собственно, возможно за счет того, что стоимость долга у компании сейчас очень низкая, долговая нагрузка низкая, значит, стоимость будущего долга очень низкая. Если мы сравним стоимость долга по компании по отрасли, увидим, что для компании она составляет 2,3%, при том, что по отрасли 4,9%, то есть, опять же, в два раза меньше компания будет платить за вновь привлеченные средства заемные. Ну и касательно технического анализа, если мы с вами обратим внимание на графику здесь слева, мы видим, что точка для входа, в общем-то, брюсовывается довольно неплохая, акции выглядят перепроданными, подошли к поддержке на 42,8 гонконгских доллара, ну и индекс относительной силы, видимо, в районе 16,7, это показатель действительно довольно низкий и может говорить о том, что, возможно, акции скоро перейдут к росту, котировки стабилизируются и акции вернутся к росту. С позиции репозированной динамики относительно отраслевого индекса мы видим, что акции упали не так сильно, как эти два индекса, они потеряли в районе 14% с начала 2022 года, но даже такую динамику, наверное, можно назвать несправедливой в какой-то мере, потому что когда компания показывает рост прибыли на 43% и при этом акции падают на 14%, кажется, что здесь что-то не так. Несколько слов о рисках. Здесь отмечаем замедление мировой экономики, колебания курсов валют, а также неудачные инвестиции в новые проекты. Говоря о замедлении мировой экономики, все-таки подчеркиваем вновь то, что даже в условиях непростого макроэкономического окружения компания, в общем-то, продемонстрировала рост прибыли на 43%, это показывает, что уровень резистентности здесь довольно высокий. Что касается колебаний курсов валют, здесь, в общем-то, понятно, с учетом широкой географической диверсификации, очень много различных валютных корзин формируется, то есть компания зарабатывает в разных валютах, в разных рынках, и поэтому негативные колебания действительно могут здесь вызвать серьезный удар по чистой прибыли, и в районе 50% компания может недополучить за счет неблагоприятного эффекта курсовых разниц. Но и касательно неудачных инвестиций в новые проекты, если этот фактор, на наш взгляд, такой несколько, что называется, обязательный, но необязательный. С учетом того, что 25-летняя компания история имеет удачных компания поглощений, все-таки, наверное, опыта здесь достаточно, экспертизы здесь достаточно, и мы знаем, что если даже опыта недостаточно в таких, например, сферах, как водоснабжение, всякие инфраструктуры всегда ищут партнеров, в которых экспертиза на таких рынках есть. И совсем недавно примером стала продажа 25-процентной доли в британском подразделении, которое занимается водоснабжением фонду KKR. Эта сделка как раз имеет целью достичь вот этой необходимости энергии. Собственно, все эти факторы способствовали тому, что мы даем акциям CK Infrastructure Rating покупать с целевой ценой 52 гонконгских доллара на акцию, что соответствует потенциалу около 20% от текущих котировок. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Желаю вам удачных инвестиций. Продолжение следует...